На выпускном экзамене Сергей Прокофьев привел комиссию в ужас. Римский Корцаков и Лядов были в шоке от диссонирующих аккордов и энергичной манеры игры. Но оценили новое явление в музыке и поставили пять с тремя плюсами. Произведения Прокофьева продолжают традицию русской музыки. Его находки породили самобытный музыкальный язык. Эта музыка для слушателей, как холодный душ, вызывает восторг или неприятие. После революции Прокофьев уехал в США, но не был принят там. Его музыку считали большевистской. Когда он вернулся на родине, его ждали шесть сталинских премий и репрессии. Первая жена композитора восемь лет провела в лагерях. Сам он подвергся травле за формализм. Прокофьев умер в один день со Сталиным. Прощание с ним прошло совсем незаметно. Сегодня он один из самых исполняемых композиторов XX века. Главный итог его творчества — седьмая симфония. Торжество светлой простоты, к которому Прокофьев шел долгие годы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok